Сегодня мобильная группа Гомельского Гарвы-Канкама завершила мониторинг транспортных организаций города. Необходность такой проверки была выкликана несчастным выпадком, который на начале года отбился с водителем одного из предприемств. Об выявленных порушениях и принимаемых мерах – сюжет наших корреспондентов. На автобазу-сумизе Гомельского филиала Республиканского предприемства «Белпошта» мобильная группа приезжает за полгода до официального начального дня. Правда, у этого подразделения есть своя специфика. Частка машин выехала на маршруты ночью и ранницей. Члены мобильной группы текаются правильностью оформления путевых листов и методами контроля за физическим станом водителем. Еще про несколько минут нарколог областного наркодиспансера пропануя некоторым работникам пройти тест. Во всех выпадках выник однольковый – на алкотестеры одны нули. Хоть одну рекомендацию члены мобильной группы все-таки выказывают. Это, кажется, не порушение, а лекали перед выездом водители будут проходить контроль и аши и у профессийного медика будет лепш. Освидетельствование – это да. Но помимо освидетельствования у водителя надо проверить давление, общее состояние. А это делает медицинский работник, дабы предотвратить ДТП, которые часто случаются за различных связок со здоровьем факторов и так далее. Ну а в целом предприятие очень даже положительное. На протягу двух годин члены мобильной группы обследуются литерально всю территорию автобазы. По зауваге не застаётся ничога – от захавания специалистами правилов суперспожарной безопасности до наявности необходных ассортименту леков у аптечцы, ремонтных мастерняв и наглядной агитации. Правда, значных зауваг не выказывает никто. Выявленные недохопы можно ликвидовать без особливых финансовых затрат. Их это дарыш и тышится не только автобазы Белпошты. В начале года погибли люди в городе Гомеле, связанных с транспортом. Был производственный случай с тяжёлым исходом связанных с транспортом. Поэтому была поставлена задача отработать все без исключения транспортные организации в городе Гомеле. И сделать всё для того, чтобы люди не гибли на производстве, не получали производственные травмы. Поэтому отработала комиссия. Будут выданы рекомендации. Данные рекомендации не требуют финансовых затрат.